Гомель и Парма Гомель складен план мероприемства по опродухеленні нещасных выпадков за делом дятей на зимовых водоемах. Темчасом волонтеры «Червоного крыжа» разгорнули мобильный пункт обогреву на головной площади областного центра. Без чергов и проблем новое паштовое отделение открылось сенья у областных центра. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты по слову 12 держав. Гэта у приватности Грузия, Исландия, Казахстан, Колумбия, Куба и Хорватия. Наша краина открыта новым идеям, проектам, инициативам. Упевнены, что у якости послов вы прикладят те максимум намаганняв для наданні позитивной динамики политичным и гандлево-экономичным контактам, сказал Александр Лукашенко. И он запевнил дипломатов, что с боку беларуских партнеров яны сустренуть готовность до пленной и выниковой суместной работы. Президент пожадал поспехов послам в выполнении их отказной миссии. Операции с криптовалютой можно будет здесь снять у Беларуси с 28-го соковика. Минавито в этот день уступает силу декрет о развитии лечебной экономики, нагадывая сайт парка высоких технологий. Разом с этим администрация парка говорила и важный нюанс. Операциями с криптовалютой смогут займаться только те субъекты господарения, которые останутся резидентами парка. Гомель и Парма затекавлены у поширенни медицинского супрацовництва. Гэтую тему обмерковали сегодня у гарвы конками. Тут отбылась сустреча представников Доброчинной ассоциации «Help for Children» Парма с керавницей областного центра. Супрацовництво итальянской Пармы Гомель распочалось около 20 лет тому с гуманитарных проектов. Далее суместные интересы з'явились у экономицы и социальной сферы. Сегодня основный акцент поставлен на медицинском туризме. Гомель может пропоновать больше, как тысячу видов медицинских послуг. От ранней диагностики до пластичной хирургии. В медицине у нас давние и тесные отношения. Но вот тема пластической хирургии для нас достаточно новая. В Парме есть центр, где делают операции на самом высоком уровне. Он приобрел не просто европейское, а мировое имя. И я думаю, наши специалисты будут заинтересованы поделиться опытом с гомельскими коллегами и, в свою очередь, что-то перенять. В мае гомель будет принимать у дельника у Чаргового экономичного форума. Запрошение на его отримали как представники бизнес-кола у Пармы, так и медики. Так само в вересне плануется отдел итальянской делегации у хореографичном фестивале «Сожский карагод». У свою чергу старшиня Гарвы Конкама Петр Кирыченко отримал запрошение на международную промысловую выставу у Парме. У гомель затвердженный комплексный план мероприемства по опродухелении нечастных выпадков с уделом детей на зимовых водоемах. Зараз таушение леда у середним складая колясями сантиметров. Беспечная я наличится при 10. Выход на водоемы детям заборонены. Контролировать ситуацию будут школьные наставники, супрационники освода, милиции и МНС. Пильная увага будет надаваться работе с батьками. А если со стороны родителей мы не поймем отклика или понимания, то с ними будет продолжена работа уже в административном порядке на комиссиях по делам несовершеннолетних, вплоть до применения мер предусмотренных декретных президентов номер 17. У водо-хрешенских купаньях по всей Беларуси плануется удел больше 100 тысяч человек. Об этом поведомляет белорусский освод. Дарыч и специалисты означают, что самые массовые купанья чекаются минавито в Гомельской области. Гомельская городская организация «Освод» прогнозует удел около 50 тысяч человек. Мазырская – 30 тысяч. И с каждым годом колькасть жадающих окунуться повеличивается. Для захования безопасности разом с работниками охоты здоровья и милиции будут притягиваться супрационники МНС. Они закликают избегать стихийных мест окупания, адекватно оценивать свое здоровье и не окунаться в нетверозом встание. Оранжевый уровень небеспеки из-за мощного ветра объявлены в Беларуси. У многих районах ближайшей ночью и завтра в день чекается узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. 17-го года на большей части территории краины прогнозуется метелица. Областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» провела у Гомеля профилактическую акцию «Увага мороз». Сегодня на площади Ленина разместили мобильный пункт обогревания. У им все жадающие могли согреться горячей горбатой, а про необходность отримать первую медицинскую допомогу. А кроме того, усим прохожим специалисты раздавали информационные буклеты, рассказывали об правилах поводина у холодную пару года и денег при обморожении. Акция «Увага мороз» профилактичная и однодзенная, але далека не опошняя. В период низких температур, когда столбик термометра опустится минус 15 и ниже, будут работать у нас пункты обогрева на базах районных организаций «Красного креста». Это будет стационарное. В течение дня любой человек, нуждающийся в помощи, либо человек бездомный, либо человек, оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации, может прийти в «Красный крест», также согреться, при необходимости может найти теплую одежду себе, обувь, шапку, перчатки. Еще у нас планируется работа мобильного пункта. На автомобиле «Красного креста» волонтеры наши будут ездить в местах расположения бездомных, и там их кормить и одевать теплую одежду. Больше, как 2000 шихворых на одер, статистика захворвания в Украине становится все больше жахливой. Большаясть выпадков зафиксована у Одесской, Ивано-Франковской областях и у Киеве. Ци вартости рогаться вируса жахарам помежной Гомельщины, и як оборонить себе и своих близких. С гэтыми пытаниями наши корреспонденты отправились и у областные центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. У отдела иммунопрофилактики запълнили, что успышка дёру жахарам Гомельщины не погражая. У нашей краине строго выконывается национальный календар профилактичных прищепок. У им вакцинации, а до дёру у выходят улик обовязковых. Дети прищепляются у перший год життя, а затем у шесть годов проходят ревакцинацию. На сёння массовая иммунизация охопливая больше, як 97% уже хороу региона. Поэтому у нас складывается на протяжении последних, опять-таки, десятков лет благополучная ситуация. Зарегистрировано в 2012 и в 2013 годах только звазные случаи из Украины и из России. Поэтому опасаться жителям области вспышки кори не следует. Но, тем не менее, хочу отметить, что, скорее всего, пока в настоящее время необходимо воздержаться от поездок в Украину. До речи 18-го студене на Гомельщине пройдет один и день здоровья. Его присветят профилактици гриппу и острых респираторных инфекций. У нашем регионе что год фиксуется больше, как 450 тысяч выпадков захворвания. До 70% – сярод детей. Зараз захворваемость находится на низком узроуне на 20% ниже, чем у ответный летний период. Одинным эффективным методом борьбы с гриппом з'является вакцинация. Так, в минулом сезоне, дякую чаю, удалось попередить больше, как 1400 выпадков. Сгодно с прогнозом специалистов, эпидемичный уздым чекается у конца студени на початку лютого. Паниковать не треба, восьмеры профилактики выконовать обовязково. Яке минавито, специалисты областной санитарной службы откажутся под час промой линии. Ее номер 75-74-77. Працовать она будет с 10 до 12 годин. У Гомеля подвели выники доброчинного проекта по оказанию офтальмологичной допомоги детям в сельской мясцовости. За год специалисты обследовали свыше 12 тысяч школьников из 14 районов Гомельской области. Зоркость проверяли на местах. В регионе одночасово працевали две выездные бригады. Про выники проекта наш наступный материал. 47 тысяч километров и свыше 2 тысяч часов работы. На протягу 2017 года детячие урачи-офтальмологи вяли прием у сельских школах. Патологии сроку были выявлены у каждого третьего из обследованных. Некто отримал рецепт на окуляры, іншим рекомендовали госпитализацию. 71 школьник был накерованный на операцию. Лишь бы наявно показали значность и важность проекта. Проект, я вижу, это один из многих наших проектов Белорусского детского фонда. Чем он знаменателен и чем он отличается, это то, что мы смогли помочь не какому-то конкретному одному-двум детям, а большому количеству детей. Это вот еще раз повторюсь 12 тысяч 436 детей. Урачи выездных мобильных бригад отзначили, что им с устракалися школы, где поручения сроку выявлены у половы обследованных наученцев. У адрознене от городжан у этих детей значно меньше махчимости урегулярно проверять срок. И больше за то, на начале проекта у лютого 2017 года только у четырех районах в области из вызначенных 14-ти имелися детячие урачи-офтальмологи. У остальных специалист принимал одночасово и дорослых, и детей. Отказность батьков так само нельзя перемещать. Для начала нужно обмежать час использования гаджетами, именно мобильные телефоны и планшеты. Сегодня главные вороги зоркости школьников. Данная акция, я вижу, позволила мне и моим коллегам побывать во многих глубинках Гомельской области, в сельских местностях и выявить патологию на ранних этапах. Если бы эта патология не была выявлена, то могла бы привести не только к простому снижению зрения, но и даже к инвалидизации детского населения. Благодаря акции многие детки и их родители получили рекомендации по профилактике, как сохранить зрение, как предотвратить дальнейшее прогрессирование аномалии рефракции. Выники проекта беспречно сведчат про необходность своечасовой диагностики порушения узрок у детей школьного взрослого. В 2018 году выездные бригады офтальмологов будут принимать в Брестской области. Евгения Кухаронак, Сергей Лукашук, телерадио «Гомель». Гомельский филиал РУП «Белпошта» – это 575 отделение у Паштовой Сувязи. И с каждым годом эта сетка становится все больше широкой. Чарговое отделение Паштовой Сувязи открылось сенья в Новобелецком районе Гомеля. Накольки долго чеканной и значной эта подея стала для мясовых жихаров, доведались мои коллеги. Новые отделения Сувязи «Белпошта» открывают в Гомельской области каждый год. Першочарговая увага молодым микрорайонам, где инфраструктура меньше развитающим у центра города. Так, в новом 2018 году подоронок отримали из жихары 106-го микрорайона Гомеля. Новое почтовое отделение отримало прописку по адресу Дубрауна, 11. Наверное, самый главный девиз почты – это быть ближе к клиенту. Сегодня мы доказываем это. 104-й микрорайон получил новое отделение почтовой связи за номером 5, что, наверное, тоже где-то отчасти символично красивая цифра. Обслуговывание насильництва почтовой службой в микрорайоне вялось и до этого. Однако ранее отделение размещалось у звычайном киоску. Парцевал усягу один специалист, и перолик послов был меньшим. Зараз с набытем новой прописки тут смогли поширить функциональные махчимости. В уголе новое отделение будет обслуговывать 12 тысяч жихаром микрорайона. Те, кто пиршами наведал новую почту, отримали приемные сувениры. Ну, уже, конечно, мы долго ждали, да, хотели, чтобы открыли уже отделение и просили. Спасибо, да, открыли нам такое отделение, где можно прийти, оплатить. И коммунальные услуги. Хороших клиентов, хорошей зарплаты. Ну, всего-всего хорошего. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Телерадо, компания «Гомель». Тему дорожной безопасности завтра можно будет обмерковать под час эфиру программы «Диалог». На пытание откажет начальник Межрайонного отдела Организации дорожного руха Держаута инспекции Руслан Колесников. Глядите диалогу про мым эфиры на телеканале «Беларусь-4» завтра у 19.01.20. Номер телефона у студии 34-00-43. Покидать поведомления можно так само в Вайбер. Долучайтесь. Спортивный инвентар у подарунок от воротовальников отримали выхованцы Гомельской допоможной школы-интерната номер 5. Тут учатся дети с обмежеванными мягчимостями. На базе школы они могут отримать агульную среднюю эдукацию и профессийные навыки. Зараз тут навучаются 125 детей и подлетков во взросле от 5 до 18 годов. Неколькие годов тому воротовальники областного управления МНС узяли над школой шефства. Стараются допомогать и обовязково наведывают детей с подарунками. Областное управление МЧС, все работники, они неравнодушны. И всегда в начале любого нового года мы оказываем помощь именно детям, которые в принципе чем-то ограничены. И постараемся им создать, либо приумножить еще, уже сегодняшнее, еще более новогоднее настроение. Ну и конечно же они не обойдутся без подарков. У нас есть дошкольное отделение, классы первого отделения, второго отделения. Богатый набор мастерских. У нас есть класс для детей-колясочников. Мы очень рады, что такая организация, как МЧС, приезжает к нам. Это очень хорошо, потому что мы все-таки школа интернатного типа. И такое внимание со стороны МЧС нас очень радует. Святошный настрой уколядной дни потребовали еще одни жаданные гости. Наставники и навученцы 67-й средней школы Гомеля. И они представили спектакль-мюзикл «Новогодняя казка». Это и так само и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает программа «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Гомельском областном суде начался процесс над мазырянами, которые оказали активное сопротивление сотрудникам милиции. В момент задержания у одного из нарушителей при себе оказался нож. В итоге все три сотрудника ОМОНа, которые предприняли попытку арестовать нарушителей, получили проникающее ранение. Благодаря подкреплению подозреваемые были задержаны, а милиционерам понадобилась госпитализация. Оба фигуранта уголовного дела были ранее судимыми. Тот, что нанес удары ножом, привлекался за грабеж и разбойное нападение. Мужчин обвиняют в краже и нанесении милиционерам тяжких телесных повреждений. Партия алкоголя ценой в 60 тысяч рублей. Сотрудники ОБЭП и налоговая инспекция по Гомельскому району пресекли попытку незаконной перевозки спиртосодержащей продукции. Фура была остановлена на территории Беларуси участниками рейдовой группы. В прицепе за пустыми пластиковыми бочками находились коробки с водкой и спиртом. В партии более 7 тонн алкоголя. Это одно из самых крупных задержаний спиртосодержащей продукции за последнее время. Данные оперативные мероприятия позволяют выявить незаконное перемещение алкогольных напитков, возможно, сфальсифицированных, а также различные спиртосодержащие жидкости, оборот которой ограничен перемещению с целью изъятия из оборота в нашей стране. В Гомельской области провели профилактические мероприятия по контролю за пребыванием иностранных студентов. В ходе рейдов на территории областного центра милиционеры проверили 16 квартир и 8 общежитий и учреждений образования. В поле зрения сотрудников оказались около 400 учащихся иностранных государств. При подаче документов высшими учебными заведениями сотрудникам управления по гражданству и миграции проверяются данные документы на факт привлечения иностранцев к административной ответственности, и в случае выявления таких правонарушений данным иностранцам отказываются в выдаче приглашения на учебу в Республику Беларусь. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Вместе с командой занимались потенциальные новички. Сейчас тренерский штаб Гомеля присматривается к эвуарийцам Мишаки Фадика, Акселю Конану и Мухаммеду Канате. Также на просмотре форвард Роман Волков, выступавший ранее в Витебске. Полузащитники Андрей Штыгель из Нафтана и Дмитрий Терещенко из Могилевского Днепра. И защитник Атар Джавашвили, проведший минувший сезон в Мозырской славе. Практически все имеющиеся в распоряжении Вячеслава Герасченко футболисты в строю. В лазарете только Игорь Рожков. Он восстанавливается после плановой операции на ноге. Буквально накануне стало известно о том, что стан зелено-белых покинул словацкий легионер Лукаш Тесок. Чуть ранее клубную прописку сменил Станислав Сазанович. Он будет выступать в составе новичка сильнейшего дивизиона чемпионата страны Смолевичей. Злобинский «Металлург» в очередном поединке чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге на домашнем льду уступил Гродненскому Неману. При этом Сталевары продемонстрировали завидный процент реализации моментов и вполне могли рассчитывать на зачетные баллы. В отчетном матче «Металлург» бросил поворотом соперника всего 10 раз. При этом гродненская команда тревожила голкипера Сталеваров в 4 раза чаще. К старту второго периода хозяева выигрывали 2-0, отличились Кувека и Гайнеддинов. Вскоре усилиями Сергея Малявка и Никиты Ремизова Неман отыгрался, однако ненадолго. Боярунс вновь вывел «Металлург» вперед. 3-2. Мене двух минут понадобилось гостям, чтобы опять восстановить паритет. Стефанович реализовал булит. До финальной сирены в целом надежная защита Сталеваров дала сбой еще раз. Сергей Малявка принес победу Неману 3-4. Завтра гродненская команда наведается в наш областной центр, где встретится с Гомелем. Сборная Беларуси по мини-футболу дважды проиграла команде Ирана в товарищеских матчах. В первом поединке команда Андрея Толмыча уступила со счетом 0-5. На следующий день взять реванш не удалось. Беларусы вновь были слабее. 1-2. Единственный гол нашей команды забил Антон Гусаков. Напомню, что в Иран в составе нацкоманды отправились три игрока гомельской дружины ВРЗ. Это Евгений Чернейко, Владислав Селюк и Антон Матвиенко. Отмечу, что сборная Ирана бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.